Какое занятие способно объединить и увлечь людей разных поколений в одном месте и в одно время? Конечно, интеллектуальная игра. Проект сторонников партии «Единая Россия» Росквиз – состязание, где каждый может блеснуть знаниями и поработать в команде. Так, в Щелковской гимназии номер 6 состоялась одна из таких викторин, посвященная Дню Народного Единства. Это урок, что страна для нас одна, она едина, ее нужно беречь. Я с удовольствием всегда принимаю участие в подобных мероприятиях. Все-таки у меня еще второе образование – учитель истории общественного ведения, еще тогда было, помимо военной профессии. Поэтому я историю всегда любил. Росквиз прежде всего предназначается для того, чтобы молодое, взрослое поколение, как подрастающее, так и люди, которые прожили долгую и насыщенную жизнь, могли подчерпнуть новые знания или помериться с теми, которые они уже приобрели. Самые юные участники – команда юнормейцев и волонтеров. Ребята еще школьники, но они уже готовы побороться за главный трофей в этом интеллектуальном бою. Задача, нужно сказать, непростая, ведь соперники их весьма опытные – команды щелковских предпринимателей, организации «Боевое братство», а также представители активного долголетия. Людей разных возрастов и профессий объединяет одна игра. Длится она порядка полутора часов. За это время командам необходимо дать как можно больше правильных ответов. И вот все готовы к бою. Квиз посвящен Дню народного единства, потому и вопросы игры связаны с этнографией, историей России и ее культурным наследием. Как признались сами участники, на игру пришли не только продемонстрировать свои знания, но и получить впечатление и позитивные эмоции от самого процесса викторины. Дети с помощью этих игр узнают что-то новое и проверяют свои знания. Проверка себя, участие с молодым коллективом. Квиз состоял из пяти раундов, каждый отличался от предыдущего. В начале команды предстояло довольно-таки быстро пройти тесты 20 вопросов, на обдумывание каждого давалось всего 30 секунд. И это, как оказалось, была лишь разминка. Уровень сложности повышался, вопросы становились все запутаннее, но оттого интерес к игре только усиливался. Нужно сказать, что все пять команд продемонстрировали весьма неплохой результат, но лучшими оказались предприниматели. Команда торгово-промышленной палаты. На втором месте боевое братство, а почетная бронза у активного долголетия. Все-таки опыт победил. Школьники в этот раз не смогли обойти своих соперников. Однако у них еще будет возможность показать себя в интеллектуальных состязаниях, равняясь, например, старшего поколения. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...